Дорогие первокурсники, продолжаем термодинамику. Сегодня последняя лекция по первому заданию. На следующей неделе сдаем первое задание. В прошлый раз мы с вами остановились на внутренней энергии газа Вандервальса. Даже более того, мы написали дифференциал внутренней энергии. Вот у нас получился ЦВДТ А плюс А на В квадрат ДВ. Вот, по-моему, вот эта последняя запись прошлой лекции. Правильно? Правильно, да. Ну, дальше, чтобы получить внутреннюю энергию, надо, понятное дело, проинтегрировать. Вот у вас это уже не должно вызывать никаких сложностей. Соответственно, У будет ЦВДТ минус АКВ. Просто я взял интеграмму, все. Ну и на семинарах мы этим выражением будем, естественно, пользоваться. Вот, давайте тоже сейчас небольшой пример приведем. Расширение газа Вандервальса в вакуум. То есть вот у нас, к примеру, имеется там некоторый объем. Вот здесь, например, находится газ там В1Т1. Вот, и некоторые адиабатические изолированные объемы, и здесь вакуум. Да? Что будет, если мы эту перегородочку нарушим? Вот он расширится. Значит, извне тепло не поступает, и работы тоже нет. Оболочка жесткая, здесь вакуум. Вот, поэтому первое начало термодинамите в данном случае будет выглядеть внутренняя энергия в начале равна внутренней энергии в конце. Правильно? Тепла нету, работы нет. Ну и, соответственно, тогда состояние газа при расширении, полный объем там пусть у нас будет В2, то есть В2 это будет этот плюс вот этот, да? Вот, можно написать, соответственно, СВАТ1 минус А на В1 будет СВТ2 минус А на В2. Ну и, соответственно, из этого уравнения, там, например, если мы знаем начальное состояние и до какой степени будем расширяться, да, можно найти конечную температуру. В частности, если бы это был идеальный газ, да, тогда температура не поменялась бы. Вот, в данном случае, видите, температура поменяется. Температура поменяется. Ну вот, из этого выражения можно найти. Значит, следующее, что нам потребуется, энтропия газа в Андервальсе. Ну, то же самое, как мы делали с идеальным газом. Пишем ДС. ДС. И то же самое, прям вот, можно сказать, калька с последней части лекции. ДС по ДТ. А при постоянном объеме на ДТ, правильно? А плюс. ДС плюс ДС по ДВ. Вот, при постоянной температуре на ДВ. Вот, естественное выражение. Рассматриваем энтропию как функцию двух переменных. Вот, ну, дальше теперь разбираемся с коэффициентами при дифференциалах. Ну, значит, с этим, с первым коэффициентом мы с вами уже имели дело. Это ЦВКТ, правильно? Я вот так пишу быстро. Здесь понятно всем почему, да? То есть, это подробнее не надо. Ну, мы делали уже это просто. Дельта Ку, это будет ТДС, да? И вот продифференцировав по времени, мы получим это выражение. Вот. Ну, а, соответственно, вторая производная тоже для нас знакома. Вот. Это будет ДП по ДТ. При постоянном объеме на ДВ. Вот. Ну, понятно, что теперь для того, чтобы это дело проинтегрировать, нужно воспользоваться уравнением газа Ван дер Вальца, чтобы найти производную ДП по ДТ. Вот. Ну, давайте найдем еще раз. АП А плюс А на В квадрат равняется РТ на В минус В. Вот. Вот если взять производную, будет Р на В минус В, правильно? Производная от П при постоянном объеме по температуре. Вот. Тогда соответственно, соответственно, еще раз давайте напишем ДС СВ к Т ДТ плюс Р на В минус В и на ДВ. Ну, это выражение легко проинтегрировать. Получится очень похожее выражение на энтропию идеального газа, но только вот при В будет, значит, В минус В. В результате получаем С какая-то минус С0. Есть СВ логарифм ТКТ0 А плюс Р логарифм В минус В на В0 минус В. Значит, чтобы это написано выражение для одного моля газа Вандервальса, если хотите переписать для ню молей, значит, нужно заменить объем на малярный объем и умножить на количество молей. Если хотим записать для ню молей, значит, мы все это дело умножаем на ню и объемы меняем на малярные объемы. Так, ну вот, значит, после того, как мы написали выражение для энтропии газа Вандервальса, у нас возникает возможность написать адиобату газа Вандервальса. Ну, фактически, это что значит? Ну, например, ДС равно нулю, да? Адиобатический равновесный процесс происходит в постоянной энтропии, поэтому если приравнять ДС к нулю, мы получим уравнение, из которого можно вытащить зависимость, например, Т от В для адиобатического процесса. Ну, давайте тоже его сделаем. Значит, СВ ДТ к Т. Тут даже она прямо и переменные у нас разделенные, вот, вот я хочу написать ДС равно нулю, значит, или для интегрирования мне нужно будет в другую сторону перенести объем, то есть вот из ДС равно нулю, вот от такого выражения, следует, что СВ ДТ к Т есть минус Р В минус Б на ДВ. Ну, и теперь это мы можем проинтегрировать. Получим вот так я сделаю логарифм текта 0 равняется минус Р к ЦВ логарифм В минус В к В 0 минус В. Вот, вроде без ошибок, да? Вот, и в результате мы получаем в результате получаем следующее Т на В минус В в степени в степени в степени Р к ЦВ, да? равняется константам. Ну, это равняется Т 0 на В 0 минус В в этой же степени, да? Значит, константа для любых значений. Вот мы получили с вами уравнение Адиабате для газа Вандервальта. Ну, и для докучи давайте уж уравнение Политропа получим. Вот. Значит, оно очень похоже. Даже, фактически, сейчас сделаем замену, небольшую замену и сразу его напишем. Вот. Но для Политропы для Политропы нам потребуется, естественно, подвоз тепла. Вот. Поэтому надо, наверное, стереть, чтобы носка сохла. Вот. Вот. Для политропы понадобится подвод тепла. Вот. И, соответственно, ну давайте здесь что-нибудь начнем. Теплоемкость на ДТ. Вот есть. Значит, ЦВДТ. Так. Теплоемкость на ДТ. Сейчас я, наверное, сразу не сразу ответ писать. Это что такое? Это ТДС. Правильно? ТДС равняется ЦВ на ДТ плюс РТ на В минус В на ДВ. Согласны, да? Я просто ДС для теплоемкости взял, домножил на температуру. Вот. И тогда смотрите, что получается. Сейчас, если мы перенесем влево, перенесем влево вот это выражение. Даже лучше вот так сделаем давайте. ЦВ минус Ц на ДТ равняется минус РТ на В минус В ДВ. Вот. Ну и если мы сейчас просто поделим еще на температуру, я при помощи тряпки это сделаю. Здесь на температуру поделю, чтобы переменные разделились. Вот. Вы видите, что мы получили с вами формально такое же уравнение, как для Адиабата, только вместо ЦВ у нас стоит вот эта вот разность. Ну, потому что у Адиабата Ц просто равно нулю. Правильно? Вот. Поэтому мы с вами получили формально такое же уравнение, но вот ЦВ у нас превратилось в ЦВ минус Ц. Ну и тогда, соответственно, явно решение будет точно такое же, просто нужно вот в этом уравнении, вот, вместо ЦВ написать ЦВ минус Ц. И будет уравнение политропы. Вот. Для политропы тогда тоже вот просто делаем замену, вот, и получаем Т на В минус В Р. ЦВ минус Ц равняется константам. Вот получили уравнение политропы для газа Вандервальса. Так, теперь... Теперь нам нужно немножко поговорить об течении газов и даже немножко жидкостей. Ну, так как мы, в общем, начали разговор с... Вернее, продолжаем говорить про газ Вандервальса, вот, а для газа Вандервальса очень... Газ Вандервальса – это хороший пример для иллюстрации эффекта Джоули Томпсона, то начнем, значит, вот с течения с продавливания газа через пористую перегородку. А потом посмотрим уже обычное течение вот там идеального... Хотел сказать, идеальной жидкости. Ну, идеальной среды. Идеальный газ, он иногда может быть идеальной жидкостью, иногда нет. Вот, это чуть позже. Сейчас, значит, давайте посмотрим на вот такую систему. Пусть у нас имеется некоторая труба. И вот какая-то такая пористая... Вот какая-то пористая перегородка. Ну, в частном случае, это может быть труба и какой-нибудь змеевик. Может быть, баллон с газом, и там кран как-то чуть-чуть открыт. Ну, вот у нас есть просто вот некоторая пористая перегородка, которая, вот если мы будем, значит, газ продавливать, скажем, слева направо, да, то, значит, эта перегородка обеспечит разность давлений. Механическое равновесие с разностью давления. Значит, здесь адиабатически изолируем. Вот эту систему. Адиабатически изолируем. Ну, и вот, значит, берем, мы продавливаем газ слева направо. Здесь давление больше, здесь давление меньше. Ну, и вот, допустим, у нас некоторая порция газа. Вот, объемом В1, вот, и давлением В1 продавилась. Вот, и превратилась, значит, здесь в какую-то другую порцию газа. С давлением В2 и объемом В2. В1 больше, чем В2, ну, и объемы там тоже разные, там как получится, посмотрим. Вот. Значит, вот в этом процессе, тут такая какая-то перегородка у нас. Вот. Значит, так как мы обеспечили теплоизоляцию, так как мы обеспечили теплоизоляцию, тепло не подводится, да, и тогда мы можем написать, что... Что тогда сохраняется, если не подводится тепло, да, тогда, соответственно, тогда можно написать первое начало термодинамите, и у нас получится, что... разность внутренних энергий У2 минус У1 плюс работа газа. А работа газа, это, значит, вот в эту сторону положительная работа П2В2, давление П2, и вот, значит, соответственно, эта порция расширилась, увеличила объем от нуля до В2, а это сжалось. Работа будет, соответственно, П2В2 минус П1В1. Ну, это и есть ноль. Тепло не подводится. Вот, согласны с этим выражением, да? Тепло не подводим, значит, ΔУ плюс работа равны нулю. ΔУ просто конечная внутренняя энергия минус начальная. Вот. Ну, конечная это то, что принадлежит этой порции газа, начальная то, что этой. Вот. И положительную работу совершает эта порция газа, отрицательная вот эта. Ну, или мы получаем, если разнести все, что с двоечкой в одну сторону, все, что с единичкой в другую сторону, получаем энтальпия А1 равняется энтальпия А2. Потому что У плюс ПВ – это энтальпия. Вот. Ну и будем интересоваться, а, собственно, температура меняется или нет в этом процессе. У плюс ПВ – это энтальпия А2 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 – Вот. Оказывается, что для идеального, если здесь течет идеальный газ, то температура не будет меняться. А как только мы введем в рассмотрение взаимодействие между молекулами, в частности, моделью газа Вандервальса, температура будет меняться. Давайте смотреть, как она будет изменяться. Я здесь, наверное, лучше буду. В этом процессе энтальпия сохраняется. Давайте напишем изменение энтальпии и приравняем к нулю. Мы знаем, что имеется перепад давлений. В любой системе, когда у нас давление больше, здесь меньше, здесь баллон с газом открыт в атмосферу, мы знаем перепад давлений. И хотим найти изменение температуры, поэтому, естественно, написать дельта H как функцию температуры и давления. Ну, а потом поделить частные производные и как-то их вычислить. Вот, тогда, соответственно, если это мы хотим записать как функцию температуры и давления, то будет dH по dT при постоянном давлении на dT. Или на дельта T давайте. На дельта T и плюс. dH по dP, а при постоянной температуре на дельта P. Ну и будем интересоваться, естественно, отношением дельта T к дельта P. Вот, в нашем процессе, то есть при постоянной энтальпии. Потому что дельта H у нас равно нулю. Вот, из этого уравнения, естественно, следует, что есть минус, а минус и вот эти две частные производные. Так, сверху у нас дельта T, да, поэтому дельта DH на dP при постоянной температуре на dH по dT. При постоянном давлении. Вот такая вещь. Ну, мы такие соотношения с вами на первой лекции, по-моему, или на второй получали. Тут ничего нового нет. Вот, надо считать производные. Значит, вот то, что снизу. Это что такое? Сразу скажете. ЦП. ЦП. Потому что изменение энтальпии при постоянном давлении, это есть тепло, подведенное к этой системе. Поделим на температуру, получим ЦП. Вот, поэтому то, что снизу, вот это вот у нас будет ЦП. То, что сверху, давайте напишем. Значит, если рассмотреть энтальпию в ее привычных переменах, а именно S и P, вот, то, соответственно, dH, это есть TDS, а плюс VDP. Вот, значит, мы хотим это дело, нам нужно dH по dP при постоянной температуре. Вот, соответственно, если мы сейчас это продифференцируем по dP при постоянной температуре, то получим, что dH по dP при постоянной температуре есть TDS. dH по dP при постоянной температуре плюс объем. Плюс объем. А вот эта производная, ну, dS по dP как-то не очень хорошо, а вот из уравнения состояния лучше получать, да? Вот, если мы, значит, напишем соотношение Максвелла для потенциала гипса, то мы получим, что вот это вот, это есть dV по dT. Вот, тогда у нас получится только с одноком минус. Минус T, dV по dP. Ой, извините, dV по dT. По dP у нас было здесь, по dT при постоянном давлении. Плюс V. Ну, вот, теперь можно это все подставить, и мы получим, получим окончательно вот такую вещь. 1 на ЦП T dV по dT при постоянном давлении минус V. Вот, ну, дальше что с этим делать? Брать уравнение состояния вещества и считать коэффициенты. Если он равен нулю, то температура не меняется. Если он положительный, то температура будет уменьшаться, потому что перепад давления у нас отрицательный, да? P2 минус P1 отрицательная. Если он отрицательный, то температура будет расти. Вот, собственно, такая вещь. Значит, ну, легко проверить для идеального газа, что он будет равен нулю. Ну, действительно, вот уравнение состояния ПВ есть R. А он это отношение? Что? Он больше 1, если вы говорите, это отношение к ДТП? Да, да, да. Да, вот этот коэффициент, ДТП, если он больше нуля, то вот здесь у нас будет температура уменьшаться, потому что газ протекает через перегородку, если, соответственно, перепад давления отрицательный. Ну, тут, как бы я никаких новостей-то не рассказываю, просто это вот есть отношение двух величин, да? Если одна из них явно отрицательная, то, значит, при отрицательном отношении, при положительном отношении другая тоже должна быть отрицательная, да? При отрицательном наоборот. Вот, ну вот, если, скажем, мы возьмем здесь, возьмем уравнение идеального газа, то, соответственно, ДВПДТ, ну, это вот я должен объем продифференцировать по температуре, вот ДВПДТ, вот, будет R на P, правильно? Вот, ну, и, соответственно, если мы поставим сюда R на P, то RT на P, это есть объем, правильно? Объем минус объем будет 0. Вот, значит, теперь, вот, если взять из уравнения газа Вандервальса вот эту штуку, вот так ее разрешить, ну, это довольно громоздкая вещь, почему? Потому что в газе Вандервальса там объем, это уравнение газа Вандервальса, там третья степень объема получается, да? И вот так вот ее надо разрешить и продифференцировать, это будет, в общем, ну, довольно такая, что ли, громоздкая операция, я чуть позже сейчас напишу приблизительный результат, а в простых случаях у вас задание есть, значит, задача, где, значит, нужно найти этот коэффициент, когда там в уравнении газа Вандервальса, к примеру, коэффициент А или коэффициент В равны нулю. Тогда, соответственно, уравнение получается разрешимо от В, просто разрешимо относительно В, и производная берется просто. Вот, так что это мы в задании попробуем. А, значит, ежели мы возьмем уравнение газа Вандервальса с, значит, с неравными нулю А и В, вот, тогда вот этот коэффициент, так, приблизительно я напишу равно, вот, или давайте вот здесь, дельта Т на дельта П вот при постоянной энтальпии будет вот так минус 2А КРТ плюс В поделить на ЦП. Вот такая вот. Вот. Как делать? Я, в общем, сказал, да, но будем пользоваться вот этим результатом. Ну, видно, да, что, значит, устройство числителя, таким образом, числитель таким образом устроен, что вот есть некая температура, которая называется температура инверсии, и при этой температуре числитель меняет знак. Правильно? Вот. Ну, давайте эту температуру инверсии записываем. вот Т-инверсии получается 2А на РБ. Правильно? Да, 2А на РБ. Ну, можно еще... Тут у меня в спаргалке написано, как она через критическую температуру выражается. Вот тут 27 четвертых. Т-критическая. Ну, мы же с вами Т-критическая через А и Б на прошлой лекции получали, да, поэтому тут мне ничего сложного. Что? Знаете, у меня в спаргалке написано 27 четвертых, но я могу ошибаться. В принципе, давайте сотру, если... То есть не буду я сейчас, наверное, брать выражение из лекции, из прошлой лекции, и выбирать там... 27 четвертых, да, все-таки? Ну, вот, как бы... То есть я мог вполне ошибиться, так что, ежели... На самом деле 24 седьмых, не удивляйтесь. Вот. Ну и смотрите, что получается. Значит, так, со знаком я не ошибся нигде. Сейчас, 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 сейчас. А, вот здесь минус забыл. Здесь забыл минус. Вот так. Значит, получается, что... Ежели температура газа оказывается ниже, чем температура инверсии, то при вот таком процессе он будет охлаждаться. Если выше, чем температура инверсии, он будет нагреваться. Ну, давайте посмотрим. Значит, если у нас температура высокая, да, то, соответственно, вот это отрицательное слагаемое будет мало, и коэффициент будет в целом отрицательный. Ну и понятно, что при... при отрицательном перепаде давления у нас будет, значит, рост температуры. Все правильно. Газы, в которых молекулы слабо взаимодействуют, имеют, понятно, низкую температуру инверсии, ну и критическую температуру, тоже низкую, соответственно. Газы, где, значит, взаимодействие более сильное, они имеют высокую температуру инверсии. Ну, вот, например, углетислый газ при расширении, при расширении он охлаждается. Ну, там, не знаю, видели, не видели, там вот если открыть огнетушитель, да, то вот из него вот так... Значит, наверное, не все видели, конечно, не все присутствовали при вскрытии огнетушителя, хотя вот некоторое время назад, ну, в прошлом, по-моему, до этого вируса, вот на Максимово-4 были регулярные пожарные тренировки, ну, то есть каждый семестр, значит, обязательно студент, значит, там, приходил пожарный, выводили на улицу и, вот, значит, учили пользоваться огнетушителем. Так что ваши старшие товарищи, они, значит, этот эксперимент видели и, вот, значит, при расширении углекислоты из огнетушителя, вот, значит, получается сухой лед. Вот, ну, вот обратно другой газ со слабым взаимодействием между молекулами, это вот водород, вот у него при расширении, ну, фактически, вот это какое-то расширение через течь небольшую, да, он нагревается, что делает очень опасным его хранение, потому что мало того, что вытекает горючий газ, да, да еще и, значит, в процессе вытекания увеличивается температура. Значит, то, что мы с вами получили, вот это вот отношение, это так называемый дифференциальный эффект Джоуля-Томпсона, ну, когда, значит, изменение, перепад давления не очень велик, и мы, значит, считаем изменение температуры просто как вот, ну, как производную умножить на дельта П. Другой крайний случай, это, значит, интегральный эффект, когда перепад давления большой. Промежуточные, собственно, надо как-то интегрировать, это мы делать не будем. А интегральный эффект как устроен? То есть у нас здесь будет газ вандервальса, а если большой перепад давления, то есть практически ноль, то, ну, приблизительно можно считать, что здесь идеальный газ. И тогда, тогда, соответственно, получается, просто напишем закон постоянства энтропии, с одной стороны напишем энтропию газа вандервальса, а с другой стороны напишем энтропию идеального газа и на крайнество между ними. и получим, значит, после перерыва получим. Так, значит, мы собрались писать энтальпию слева выражения для энтальпии газа вандервальса, а справа, соответственно, для энтальпии идеального газа. Можно дальше говорить? Записывается все, да? Вот, хорошо. Ну, давайте это сделаем. Значит, энтальпия H это у нас U плюс ПВ, правильно? Выражение для U мы с вами и для идеального газа, и для газа вандервальса знаем. Вот, поэтому в случае газа вандервальса H1 это у нас ЦВ Т1 минус А на В1 ну и плюс, соответственно, П1 В1. Вот второе. Так, ЦВ это ЦВ Т2 плюс П2 В2. Ну и понятно, что они равны. Вот, в результате мы получаем или давайте еще даже продолжим вот это второе ЦП а для идеального газа ЦП это ЦВ плюс Р, да? ЦВ плюс Р на Т2. Вот это для идеального газа. Просто П2 В2 написать, что из уравнения Медилеева Клаперона и получится. Вот, тогда тогда, значит, если мы просто приравняем H1 и H2, то мы получим следующую вещь. Значит, Ц давайте сначала напишу равенство, да? ЦВ Т1 минус А КВ1 плюс Т1 В1 равняется ЦВ плюс Р на Т2. Вот, ну и теперь, если мы воспользуемся соотношением, возьмем П и уравнение газа в андервальсе, то получим следующую вещь. ЦВ плюс Р на Т2 минус Т1 есть Б Р Т1 на В1 минус Б минус 2А на В1. Вот такое изменение температуры. Дельта Т отсюда, понятно, находится. Здесь просто нужно взять, подставить П1 из уравнения газа в андервальсе. Вот и ну и соответственно выразить Т2 минус Т1. Да. Энтальпия сохраняется. Вот когда в интегральном эффекте справа сильно разреженный газ, а сильно разреженный газ, он очень похож на идеальный. газ в андервальсе при большом давлении, ой, извини, при большом объеме, вот он слабо отличается от идеального. А соответственно в сжатом состоянии мы пользуемся уравнением. Так, ну вот собственно поговорив о газе в андервальсе. Немножечко давайте вот остаток сегодняшней лекции поговорим наверное о таких более простых вещах. Нам нужно обсудить сначала течение без диссипации, ну если соответственно течение идеальной жидкости. вот ну если останется время, то и про вязкость немножко начнем разговор. Значит вот идеальная значит мы рассмотрим стационарное течение идеальной жидкости. Значит стационарное от времени ничего не зависит. Вот а под идеальной жидкости мы что получаем? Нет трения мы что понимаем? Нет трения между слоями, нет теплопередачи, то есть что значит нет теплопередачи? То есть вот там течет какая-то порция вещества, газ не обязательно жидкость, газ тоже подойдет, вот он эта порция может менять температуру, но она это делает адиабатически, то есть вот между отдельными частями текущего вещества теплопередачи нету. То есть такое адиабатическое течение. Ну и собственно моя цель значит написать закон сохранения энергии для такого процесса и получить закон Бернолли, уравнение Бернолли. Вот ежели нарисовать поле скоростей вот напоминаю что мы с вами рассматриваем стационарный процесс вот как-то там в каждой точке среда имеет какую-то скорость вот если в каждой точке эти скорости нарисовать получится линии тока линии тока ну вот как-то вот давайте они там могут быть какие угодно сложные вот но вот если мы ограничимся ограничим о какая у меня получилась конструкция да вот но если мы ограничим вот объем вот тем что я нарисовал да вещество оно вот внутри этого объема оно наружу не выходит вот у нас просто идет какое-то течение вот этого вот такого кусочка вещества ну грубо говоря если мы здесь такую сложную трубу устроим да то ничего не изменится взять и вдоль линии тока поместить стенку да потому что переходы переходы не существует жидкость не перетекает через эту стенку вот вдоль линии тока можно положить трубу ну и в принципе вот поэтому все что мы с вами сейчас получим оно годится там для течения жидкости по трубе труба будет эту линию будет ограничиваться вот сейчас мы не учитываем вязкость вот поэтому потери на трение у нас нету ну и давайте значит рассмотрим такое течение вот скажем за какой-то небольшой промежуток времени дельта т вот в этот торец ну втекла втекла какая-то масса так вот и хочется сказать жидкость вещества то есть вот здесь я нарисовал сначала такую сложную картинку а теперь нарисую попроще чтобы мне можно было показывать как там затекает и вытекает попроще это вот я возьму такую трубу значит какую-то круглую одного диаметра вот а потом здесь она может быть там на другом уровне там как-то ну вот ладно давайте вот здесь вот нарисую трубу какое-нибудь уширение да и вот трубу другого диаметра вот такой вот и вот значит вот сюда у нас втекает втекает вещество вот какая-то порция и соответственно так как течение стационарное и масса не накапливается вот здесь она остается постоянной то вот здесь вот такая же порция вытекает смотрю издалека как это выглядит похоже на каком-то приближении в каком-то приближении да вот первое что можно здесь написать это равенство закон сохранения массы вот пусть это будет это сечение мы обозначим циферкой 1 вот а вот это сечение обозначим циферкой 2 вот тогда естественно плотность вместе 1 на сечение s1 и на v1 равняется плотность вместе 2 и сечение 2 на v2 вот то что я написал это значит что масса которая втекла вот в эту в этот переход между двумя трубами да она равна массе которая которая вытекла вот теперь соответственно давайте напишем закон сохранения энергии в этом процессе ну закон сохранения энергии это что такое это работа внешних сил равна изменения энергии правильно внешние силы здесь имеются слева внешнее давление будет совершать положительную работу будет запихивать сюда порцию вещества а справа соответственно отрицательную работу потому что будет противодействовать будет противодействовать и соответственно вот эта работа то есть p1 на дельта v1 соответственно минус p2 на дельта v2 будет равно изменению энергии но смотрите что получается p1 дельта v1 минус p2 на дельта v2 с одной стороны а с другой стороны получается изменение энергии энергия 2 минус энергия 1 то есть если перенесем энергии и работы и давление на дельта v в разные стороны то значит получится произведение p на дельта v и все компоненты энергии с индексом 1 с одной стороны а с другой стороны с индексом 2 ну вот если хотите я вот что хотел сказать вот энергия в обобщенном смысле мы сейчас все напишем что туда входит 2 минус e1 да есть p p положительная работа у нас p1 там какая-то дельта v1 да минус p2 дельта v2 и тогда мы можем написать что e1 плюс p1 дельта v1 вот есть e2 на плюс p2 на дельта v2 ну дальше нам осталось собственно записать а что входит в энергию что входит в энергию и значит учтем то что значит масса которая стекла равна значит массе которая вытекла да вот это плотность умножить ну давайте так я еще на дельта t умножим вот так и здесь на дельта t потом мы ее сократим вот это объем в течение на значит расстояние на которое значит вещество вытекает за время дельта t ну наверное поторопился да а вот теперь я объем сотру все-таки как-то не объем а время сотру потому что обычно не пишут вот теперь значит поехали расшифровывать то что здесь написано в принципе я могу оставить только одну половинку а дальше написать константу значит энергия какая есть энергия ну во-первых кинетическая как как единого целого некоторая масса течет с некоторой скоростью давайте ее там как-нибудь дельта m назовем дельта m v1 квадрат пополам вот следующее кроме значит кроме тенетической что у нас еще есть потенциальная скажем если эта жидкость течет там по каким-то трубам в большом доме то это будет мж h вот ну а в общем давайте напишем плюс там дельта m ну и какой-нибудь там вот плотность потенциальной энергии давайте я вот какой-нибудь епсилон напишу вот во многих практических задачах это просто g h вот вот так потенциальная дальше внутренняя энергия для давайте напишу дельта m тоже на удельную внутреннюю энергию внутренняя удельная в частности для идеального газа это что будет это будет cv поделить на cv на t и поделить на малярную массу потому что удельная удельная для идеального газа это есть cv t поделить на малярную ну для газа вандервальсе там другое другое выражение ну вот мы в общем случае пишем вот и ну и осталось написать значит с энергиями разобрались осталось написать p на дельта v ну это будет плюс p наверное если константы то можно один не писать да вот мы просто для любого плюс p а значит дельта v это что это есть есть дельта m поделить на плотность равно константа вот собственно мы получили закон вернули ну обычно вот на дельта m сокращают сейчас мы при помощи тряпочки сократим вот потому что ну константы константы да вот и получим получим уравнение вернули да конечно ну вот она в частности давайте да в частности во многих случаях значит e вот это вот e потенциальное которое ну давайте тоже удельное напишу вот 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 это epsilon удельное потенциальное вот например может быть g h ну не обязательно там могут можно придумать какие-то другие системы там не знаю что-нибудь вращается в центрифуге там по-другому будет а так вот пожалуйста вот ну теперь я убираю дельта m при помощи тряпочки вот оно дельта v дельта v это дельта m поделить на плотность ну объем это плотность на массу теперь можно стирать да вот ну константы она константы останется будет константы поделенная на эту порцию все равно константы вот значит уравнение бернули и давайте пару примеров рассмотрим значит применение этого уравнения значит ну первое совсем наверное может быть вы в школе его даже обсуждали это скорость истечения жидкости идеальной жидкости из отверстия вот 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 такую пусть есть там какой-то там не знаю емкость с водой да вот вот есть там здесь некоторый кран вот и вот значит жидкость отсюда вытекает труя течет да здесь высота h высота h значит что мы имеем сверху атмосферное давление да и вот здесь вот тоже атмосферное вот рассмотрим тут как хотите хотите можете рассмотреть вот например вот одну точку вот здесь другую точку вот здесь тогда в силу того что сечение мы считаем что дырка маленькая дырочка маленькая по сравнению с сосудом да здесь скорость скоростью пренебрежем вот тогда вот давайте смотреть в точке 1 что у нас имеется в точке 1 скорость равна нулю а потенциальная энергия ну давайте мерить ее относительно этого уровня поэтому она будет тоже будем считать нулем если 0 потенциальной энергии напишем на уровне дэпс потенциальная энергия равна нулю если у нас течет жидкость вот то внутренняя энергия у нее значит везде одинаковая вот там газ он будет там нагреваться там что-то жидкости этого не происходит поэтому вот это оно будет и для первой и для второй точки одинаковое вот даже не пишу вот и получается что слева у нас только вот п на ро какое здесь давление атмосфера плюс рожа ну поделить на ро будет ж то есть для первой точки мы пишем п 0 плюс ро ой плюс ж а здесь что здесь соответственно давление просто п 0 никакого слоя у нас не давит но зато появляется скорость плюс в квадрат пополам вот и мы с вами получаем выражение для скорости истечения жидкости в есть корень из 2 ж ну это наверное известный вам результат вот если хотите могли бы взять вот эту например точку да что поменялось бы здесь давление бы стало было бы по 0 но зато взамен появилась бы потенциальная энергия удельная которая была бы ж поэтому понятно что ничего бы не изменилось вот и второй пример второй пример истечения идеального газа истечения идеального газа ну давайте то есть возьмем какой-то вот тоже сосуд здесь идеальный газ там у него какое-то давление P1 температура T1 вот мы его открыли он туда вытекает здесь вот здесь какое-то давление P2 а температура не важна какая почему потому что мы рассматриваем процесс когда теплообмена не происходит вот и температура порции газа которая вылетит вот она будет определяться процессами расширения она там не будет T1 конечно равна но вот она еще не успела взаимодействовать и тепло не передано потому что видите здесь я же никакого тепла не писал да тепло еще не успело передаться ну давайте в данном случае тоже напишем напишем применим уравнение Бернолли значит что у нас у нас получается получается что вот ну потенциальная энергия у нас будет одинаково что здесь что здесь да а соответственно сумма вот вот этих двух слагаемых это есть удельная энтальпия это вот ну а удельную энтальпию я обозначу H маленькой вот H маленькая удельная энтальпия соответственно тогда получаем H первое равняется H второе плюс V квадрат пополам вот а удельная энтальпия это Cp на мю T первое вот равняется значит соответственно Cp на мю T второе плюс V квадрат пополам вот и соответственно скорость скорость это А2 к мю Cp T1 минус T2 корень квадратный вот получили с вами скорость истечения газа но не хватает второй температуры вот еще раз повторяю что вторая температура это не температура среды а температура газа который значит адиабатически расширяется но здесь проблем быть не должно потому что если мы знаем как поменялось давление вот новое давление мы знаем и понятно что давление вытекающего газа оно значит будет равно давлению P2 то мы найдем сейчас и температуру T2 просто используя уравнение адиабата пуассона который мы который мы с вами знаем давайте сотру доски и напишем субтитры субтитры так значит а вот я его не помню у меня шпагалки нет придется мне выводить или вы мне скажете как как угодно вот смотрите мне нужна связь температуры и давление да вот но если это адиабата то соответственно соответственно энтропия у нас должна сохраниться то есть дельта С равно нулю равняется ЦП логарифм Т2 к Т1 минус Р логарифм П2 к П1 вот это вот равно нулю вот отсюда мы найдем соответственно вторую температуру в принципе мы получали с вами уравнение адиабата тут ничего такого можно сразу его взять вот значит отсюда у нас что получится Т2 к Т1 равняется П2 Т2 к Т1 равняется П2 П1 в степени Р к ЦП правильно управлять если я где-то ошибаюсь Р к ЦП вот соответственно Т2 есть Т1 а Т1 на П2 П1 в степени Р к ЦП ну и ставим это дело вот в эту формулу получаем получаем корень из 2 на мю ЦП Т1 а здесь будет единица минус П2 к П1 в степени Р к ЦП вот интересно эту вещь проанализировать значит а какая максимальная скорость вообще возможно да как вы думаете когда будет максимальная скорость наверное если там вакуум да то есть ну или приблизительно вакуум если давление в баллоне сильно больше чем снаружи да ну соответственно если внутри значит П2 равно нулю да то получается вот это вот 2 к мю ЦП к Т1 с чем бы сравнить ну например например со скоростью звука скорость звука скорость звука скорость звука у меня тоже в партнете по-моему по-моему скорость звука C-sound это корень из гамма на мю и РТ поправьте меня если я ошибся правильно да вот ну скажем давайте пусть газ будет одноатомный например да тогда соответственно здесь у нас получается гамма 5 третьих да вот и в частности для одноатомного газа мы получаем что C-sound это будет корень из 5 третьих РТ к мю а вот скорость истечения из отверстия это получается для одноатомного газа это будет 5 вторых да ЦП 5 вторых Р вот и тогда получается корень из 5 РТ на мю вот такая сверхзвуковая скорость получается ну конечно достигнуть это навряд ли получится это вот очень важная технологическая задача вот значит ну потому что всякие реактивные двигатели вот чем больше скорость струи вы уже знаете тем они лучше работают вот но понятно что вот устроить там со сверхзвуковой скоростью значит выход газа так чтобы вот уравнение вернули работало да потому что оно даст понятно максимальную скорость потому что мы рассматриваем равновесный процесс вот ну навряд ли получится ну и вот собственно конструирование там расчет сопла оптимальной формы да которая вот обеспечит обеспечит правильный режим расширения газа это вот ну очень в настоящее время очень очень хорошо решенная техническая задача вот ну понятно что на ней мы с вами останавливаться не будем но вот результат результат вот такой что я взял гамма для одноатомного газа просто для примера что где 12 ой ну и почерк 5 третьих это гамма для одноатомного газа ну и здесь соответственно 5 вторых и с двойкой мы сократили вот так ну еще у нас с вами там еще минуток 10 есть поэтому давайте раз уж мы про течение говорим значит немножко поговорим про вязкое течение вот оно нам во втором задании уже потребуется вот 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 Сначала нужно дать определение коэффициента вязкости. Давайте рассмотрим такое течение реальной жидкости. Представьте, вы на берегу реки, и в центре скорость больше, около берега скорость маленькая течения, совсем слой около берега покоится. То есть реальное ламинарное течение жидкости – это вот такие текут слои, и их скорости отличаются. Если мы нарисуем, например, некоторую структуру. Хотите слой жидкости, хотите, один берег движется со скоростью v1, другой берег движется со скоростью v2. Или это просто слои жидкости, или, скажем, здесь берег покоится, а здесь движется с какой-то скоростью. Давайте, может быть, так лучше представить. Вот это берег, а здесь где-то может быть середина реки, и скорость как-то возрастает. Понятно, что для небольших изменений, при небольшом смещении, можно считать, что зависимость линейная. То есть вот у нас получается как бы, вот здесь скорость 0, здесь какая-то v, и вот как-то вот такая вот так вот устроена зависимость скорости. Вот это ось x, вот это ось y. То есть мы с вами получаем, что имеется зависимость vx от y. Дальше, если всю эту жидкость разделить на такие слои, то эти слои получаются друг относительно друга трутся. Друг относительно друга трутся, и возникает во втором задании мы рассмотрим механизм этого явления – обмен импульсом. Ну, в силу там теплового движения частицы переходят из одного слоя в другой, и, соответственно, те, которые из быстрого слоя переходят в медленный, они его ускоряют, да, а наоборот, из медленного в быстрый, они, значит, его замедляют, получается. Ну, и таким образом возникает касательное напряжение. Касательное напряжение. И это касательное напряжение – это что такое? Это сила поделить на площадь. Сила, которая действует на слой, поделить на площадь слоя. И понятно, от чего она зависит, это касательное напряжение. От производной скорости, от dvx по dy. Ну, и коэффициент зависит от сорта жидкости. Ну, вот какой-то коэффициент. Коэффициент динамической вязкости называется. Так, это у меня тут так какой-то прям трезвон. Да, у меня. Так, вроде я... Да, все правильно. Значит, вот из этого определения этот коэффициент вязкости, его размерность. Сила умножить на секунду, ньютоны на секунду и на квадратные метры. Правильно? Размерность коэффициента. Если это сделать в СГС... А, подождите, в СГС, теперь давайте ньютон, это килограмм на метр в секунду, да? Поэтому эта же размерность это будет килограмм на метр в секунду. Я просто вместо ньютона написал килограмм умножить на метр и длительность секунды в квадрате. Вот. В системе СГС эта размерность будет грамм на сантиметр в секунду. Вот. И вот такая штука называется, имеет название пуаз. один пуаз. Вот это вот. Один пуаз. Ну, а теперь, собственно, давайте при помощи вот этого формализма попробуем рассмотреть сечение жидкости в трубе, в цилиндрической трубе. И посмотрим, как по сечению трубы распределена скорость и посчитаем расход. вот. Сколько там у нас время? Можем не успеть, но во всяком случае начнем. Вот рассмотрим такую трубу. для того, чтобы в трубе текла вода, необходим перепад давлений. Это вы тоже знаете, да? Вот. И давайте выберем, значит, ситуация аксиально-симметричная. И вот выберем в трубе вот некоторый такой цилиндрический участок. Как-то вот так, да? Какой-то радиусом r. Вот. И рассмотрим, ну, напишем, если хотите, второй закон Ньютона для этого цилиндрического участка. Значит, что на него действует? Во-первых, перепад давления его толкает, например, слева направо, здесь давление больше, здесь меньше. А во-вторых, сила вязкости действует на поверхность, его притормаживает. Ну, и если у нас стационарное течение, то, понятно, надо между ними поставить знак равенства, да? Вперед толкает перепад давлений, назад, значит, вязкое трение. Значит, перепад давлений, давайте, как толкает? Дельта p умножить на площадь, на πr квадрат. Это сила, которая его толкает вперед. Ну, а перепад давлений, соответственно, его толкает назад. Это будет 2πrl, это площадь. Видите, чтобы написать силу, я должен площадь умножить вот на эту вот вещь. Площадь на коэффициент вязкости и на производную dv по dr. Вот. Ну, давайте со знаками разберемся, значит, просто по смыслу я здесь написал положительную величину, да? А теперь dv по dr, как вы думаете, она устроена? Она, наверное, отрицательная, правильно? В середине трубы при нулевом радиусе скорость больше, на стенках скорость нулевая. Ну, нулевая, потому что, если бы она была не нулевая, была бы здесь бесконечная производная и бесконечная сила. Вот, поэтому здесь знак минус. Ну, и проинтегрировав это выражение, мы найдем v от r. Значит, dv есть минус δp на δp на 2 вязкость длина и здесь будет rdr. Вроде я ничего не забыл. дальше, чтобы найти скорость в произвольной точке, нужно проинтегрировать это дело. Ну, ладно. Это у нас все-таки следующее задание. Вот, поэтому, да, считаем с вами послеконтрольный, который на следующей неделе будет. Спасибо. До встречи на семинаре. Субтитры создавал DimaTorzok